Сегодня, после того, как подумал, какую тему лучше взять, обычно, когда тему берешь, каких-то уроков, разговариваешь о теме, о наболевшем обществе. Таких моментов у нас, к сожалению, сегодня очень много, которые можно рассказывать и рассказывать, если иметь в виду минус этой общины. Но я решил сделать такой цикл уроков, который называется «Нравы в книге Аллаха». Рассказывать про нравы, которые Аллах упоминает в Куране. Известно, что ученые уподобляют ислам с деревом. У дерева есть свои корни, ветки и плоды. Корни этой религии – это тавхид, акида. Ветки – это ахкамы, такалифы, что нужно, что нельзя, что обязательно, что желательно. Все это ветки. А плоды – это нрав человека. А если мы посмотрим на ислам и обнаруживаем, что ислам как раз состоит из этих трех составляющих. Когда мы говорим о нраве, мы рассказываем о плодах ислама, о той миссии, ради которого был ниспослан пророк Мухаммад, который сказал «Воистину я был ниспослан для усовершенствования нравов». Посланник Аллаха сказал «Для усовершенствования нравов». Не сказал он «Для того, чтобы учить вас нраву». Почему? Потому что у арабов до посланничества пророка Мухаммада, да благословите его Аллах и приветствовать, были свои нравы. Но они нуждались в дополнении. Например, была у них шедрость, смиренность, снисходительность и так далее. Много еще другие охляты. Но они нуждались в дополнении. И точно такой же мы с вами тоже, братья мои. Как бы человек не старался, не работал над собой, все равно есть какие-то недоработки. Нужно усовершенствоваться постоянно. Пропал тот человек, который довольствуется над собой, над своим охляком, над своими нравами. Тот человек, который довольствуется, этот человек уже потерпевший убиток. Наши религии, братья мои, чтобы вы знали, этот как чайник, который держишь на огне. Чтобы эта вода, чтобы постоянно кипела, нужно постоянно его держать на огне. Как только ты его уберешь оттуда, вода остевает. Точно так же, братья мои, наша религия. Посланник Аллаха, саллиллаху алейху асаляму, сказал, «Обновляйте ваш иман». Воистине, иман стареет, подобно тому, как стареет одежда. А как нужно обновлять иман? Даже человек, который был в имане, охляке, нравах, бывает время, проходит какое-то время, по причине того, что человек уменьшает свое поклонение, по причине того, что человек встречается с какими-то людьми и тому подобное, человек может утратить этот иман, этот нрав, который у человека был. Поэтому, братья мои, человек должен постоянно на собой работать. Вопрос нравов – это не вопрос одного дня или же одного часа. Это вся наша жизнь. Всегда мы должны над собой работать. Всегда. Хватит, братья, чуть расслабиться, у нас появляются нравы, которые не подобают мусульманину. Поэтому так много нужно рассказывать, братья, и напоминать о нраве. Почему, братья мои, именно нрав, если даже вот так взять? Нрав, братья мои, влияет на людей больше, чем наши слова. Наш нрав влияет на людей больше, чем наши слова. Как бы человек не выучил Уран, сколько бы хадисов человек не выучил, какие бы книги человек не читал, его слова не имеют никакого веса у людей, в глазах людей, если у этого человека нету ахляты, нрав. И если мы посмотрим в сегодняшний день положение мусульман, вот в мире, не только что мусульман, но вообще в мире, переживает политический кризис, да, экономический кризис и нравственный упадок, все эти проблемы возвращаются к отсутствию нравов. Барабаны войны звучат там, где личные интересы каких-то людей, какого-то круга, какого-то государства, когда ставятся выше, чем другие, выше, чем общие интересы человечества. Экономический кризис возникает там, где человек ставит свои личные интересы выше, чем интересы людей. Из-за отсутствия, из-за упадка духовного нрава все проблемы сегодняшний день среди людей. Первая причина – отсутствие нрава. Поэтому посланник Аллаха, салли Аллаху, алейху вассаляма, сказал, «Я был неспослан для того, чтобы усовершенствовать нравы, хорошие нравы». Я хочу в этом уроке привести четыре аята, которые рассказывают о нраве. Первый аят – Аллах, субхану ва Та'ля, сказал в Коране, «Послушайте, братья мои, что говорит Аллах, смысл? Он тот, кто отправил к неграмотным людям посланника из их среды. Первое. Для чего? Он читает им его аяты. Урана. Очищает их, то есть воспитывает их. И обучает их писанию и мудрости». Писание – это Уран, мудрость – это сунна, как сказал Мама Шафия. «Хотя прежде они пребывали в очевидном заблуждении». В втором аяте Аллах говорит, «Кад афляха ман заккаха». Смысл – преуспел тот, кто очистил ее душу, воспитал ее. В третьем аяте Аллах, субхану ва Та'ля, сказал, «Кад афляха ман тазакка, вазакарасма роббихи фасалля». «Преуспел тот, кто очистился, воспитал себя, поминал имя своего Господа и совершал намаз». Четвертый аят – это наставление Лукмана своему сыну. Давайте разберем эти аяты каждый по порядку. Аллах в первом аяте сказал, «Он тот, кто отправил к неграмотным людям посланник из их среды, он читает им его аяты». Первая миссия пророка, саллиллаху алейкум, чтобы он читал аяты людям. Вторая миссия – очищает их, воспитывает, обучает их писанию и мудрости. Для чего был отправлен посланник, саллиллаху алейкум, для того, чтобы посланник, саллиллаху алейкум, читал нам аяты и очищал нас, обучает нас писанию и мудрости. То есть, один из миссий посланника, саллиллаху алейкум, чтобы он очистил эту общину, воспитал их. Обратите внимание, когда Аллах, субхану а тааля, рассказывает о миссии пророка, иногда Аллах упоминает в начале воспитания, иногда Аллах, субхану а тааля, упоминает в начале обучения. В данном аяте Аллах, субхану а тааля, сперва упомянул, Он читает им аяты, то есть обучает их и очищает. Сурату Ибрахим, Сурату Бакара, дуа Ибрахима, Господу, Господь наш, пошли к ним посланника из них самих, который прочтет им твои аяты, который прочтет им твои аяты, научит их писанию и мудрости очистить их. Воистину, ты могущественный и мудрый. Почему Аллах иногда упоминает очищение перед обучением, пред знанием, а иногда знание перед воспитанием? Почему Аллах, субхану а тааля, так делает? Потому что, братья мои, без знания человек не сможет воспитаться. Для того, чтобы знать, оставить тот или иной грех, или же делать те или иные деяния, человек нуждается в знаниях. Нужно набирать знания. Второе. Аллах, субхану а тааля, сперва упоминает воспитание, и потом обучение. Но он немаловажный. Почему, братья мои, исламское знание, субхану а тааля, это удивительная вещь. Про таких книг, когда человек эти книги читает, которые не касаются исламских знаний, то, что прочитал, остается в голове. Сколько бы времени ни прошло. Именно исламские знания, в Аллахе, мои братья, когда человек отходит от пути Аллаха, Аллах забирает эти знания. Этим отличаются исламские знания. В Аллахе, как будто ты ничего не прочитал. Я же говорю, я когда даже просто какие-то элементарные информации, я когда с Википедии читаю, эти информации у меня в голове остаются. Хоть даже потом я не возвращаюсь к этим информациям. А когда я читаю знания, книга Аллаха, братья мои, это нур. Здесь не только информации, набрать информации, здесь и нужно духовное очищение, братья мои. Для того, чтобы что-то узнать, набрать шарианские знания, нужно воспитывать самого себя. Это воспитание, нрав человека напрямую влияет на знания человека. Поэтому Аллах, Субхану Ва Тааля, чередует эти аяты. Следующий аят, который я вам прочитал. В этом аяте Аллах, Субхану Ва Тааля, сказал, преуспел тот, кто очистил ее. Прежде чем Аллах, Субхану Ва Тааля, сказал эти слова. Этот аят в Уране, нет другого аята, который предшествует только клятв от Аллаха, Субхану Ва Тааля. Есть клятва И Жавабу Аль-Касам Говорится в арабском языке Клянусь Аллахом Это клятва Жавабу Аль-Касам Я сделаю это Жавабу Аль-Касам здесь Преуспел тот, кто очистил ее Перед этим аятом Аллах Субхану Ата'аля Сделал 11 клятв 11 клятв дал Аллах Субхану Ата'аля Первый Солнцем Аллах Субхану Ата'аля Поклялся и ее зарубил Заря Аллах Субхану Ата'аля Поклялся луной Поклялся ночью Днем И душой, которую Аллах Субхану Ата'аля Создал То есть все, что есть в этой жизни В этом мире Аллах Субхану Ата'аля Поклялся ими И в конце Аллах Субхану Ата'аля Сказал Преуспел тот, кто очистил ее Разве Аллах, если что-то сказал бы Без единой клятвы Мы не поверили бы в это Конечно же мы поверили бы в это Но это указывает на то, что Настолько важен нрав И очистить свою душу в исламе Настолько это важно Одиннадцать клятв, когда Аллах дает Это указывает на то, что Эта вещь очень важна в исламе, братья мои Поэтому посланник Аллах Субхану Ата'аля Сказал Я был неспослан для того, чтобы усовершенствовать Нравы Для усовершенствования Нравов Поэтому, братья, всегда есть над чем работать Постоянно человек должен Над собой работать, братья мои Как я уже сказал Хватит, даже Достаточно чуть-чуть расслабиться человеку Достаточно даже в каком-то Компании оказаться человеку Даже сам этого не зная Человеку возвращается Свой джагилийский нрав Поэтому, братья мои Надо постоянно над собой работать Это работа не одного часа И на одного дня Это работа всю нашу жизнь, братья мои Вся наша жизнь Очень сильно сегодня не хватает Нрав мусульманам, братья мои Очень сильно не хватает Мусульманам сегодня нрав Но, аль-хамду лилля Если даже вот так взять Общее человечество Больше всех нравов Сохранились у мусульман Но они далеко не те нравы Которые были в первых поколениях мусульман Первые поколения мусульман Вся эта история, знаете Люди смотрели на их нравы И принимали ислам Люди Даже кафир Целые поколения кафиров Принимали ислам Когда видели их нравы Поэтому, братья мои Потихонечку Неделю один раз Будет урок О воспитании души В первую очередь Себе Затем Тем, кто слушает меня Да поможет нам Аллах Субхану ва Тааля В этом Прошу Аллаха Субхану ва Тааля Чтобы Он Помог нам Воспитать себя В первую очередь Потом Своих близких И остальных Человек, который хочет Воспитать других Он Есть такое высказывание В исламе Хочешь воспитать других Воспитай Сперва Самого себя Вот самого Вот посланника Когда спросили У Аище Какой нрав был У пророка Салли Аллаху Что сказал Аище Он был Канахуликуху Кур'ан Его нравом был Кур'ан Если в Кур'ане Говорится Будь терпеливым Пророк Салли Аллаху Бывал терпеливым Если в Кур'ане говорится Будь снисходительным Прощающим У пророка Был этот нрав Будь смиренным Пророк Салли Аллаху Был смиренным Не было у пророка Салли Аллаху Я Я Я Такого не было Пророк Салли Аллаху Когда зашел в Мекку Открыть Мекку Вот Цитадель Куфра Откуда Отправлялись Войска против Кафира Против пророка Мухаммада Салли Аллаху Али Хасалли Когда восьмой год По хиджри Открыл Пророк Салли Аллаху Али Хасалли Этот город Пророк Али Хасалли Салли Аллаху Али Хасалли Сидел Верхом Как будто Говорит Голова посланника Салли Аллаху Али Хасалли Касался Вот я Выше других Не было Пророка Салли Аллаху Али Хасалли Этого Поэтому Братья мои Этот человек Воспитал Эту умму Которую Человечество Не увидело И не увидит Были такие люди Как сподвижники В истории Человечества Но в таком Количестве Одновременно В одном месте Никогда Не было И не будет Это Было Воспитанник Пророка Мухаммада Салли Аллаху Али Хасалли Потом Воспитанник Абу Бакра Умара Русмана Али Если мы хотим В первую очередь Воспитать даже Элементарно Своих детей Братья мои Дети В первую очередь Смотрят На наши нравы Не то что мы говорим Вот сами Вот сами На себя посмотрите Мы тоже все были Детьми И мне когда говорили Что курить Это вредно И я когда Увидел врача Который курит Для меня Валлах Это был шок Почему Вредную вещь Делает доктор Доктор же За здоровьем смотрит Почему Потому что Люди смотрят На деянии Человек Не на то Что человек Говорит Поэтому Братья мои Надо постоянно Работать Валлах Это я в первую очередь Себе говорю Постоянно работать В первую очередь Над языком работать Над языком Над намерениями Своими работать Бывает Вот Самая У нас Наша беда Сегодняшняя Язык наш Рыба Которую мы с вами Делаем Ненужные слова Которые мы вам Говорим Оказываешься В каком-то Мажли Субханалла Для того Что Даже иногда Бывает Как белая ворона На стороне Не оставаться Вот Заходишь В эту компанию Где обсуждать Ненужные вещи И сам Тоже Начинаешь Отдельно Сам Начинаешь То Что Ненужные Говорить И если Мы с вами Не будем Помощниками Друг друга Исправлять Друг друга В Аллахе В одиночестве У нас Мало Результатов Будет Вот Хоть Даже Я Человек Который Читаю Чувство Вы думаете Что Я не нуждаюсь Шейх Не нуждается На сейхате Все мы нуждаемся На сейхате Братья мои Все думают Что Только Мы должны Рассказывать Другим людям Только Мы должны Призывать Других Людей Нет Мы Это Община Так и Должна И я Тоже Не должен Обижаться Когда Мне Говорят Братья Это Неправильно Клянусь Аллахом Аллах Аллах Свидетель Я Буду Рад Если Человек Мне Говорит Насейхат И Удерживает Меня От этого А Когда Мы Друг Друг Знаем Что Брат Делает Грех Не То Что Его Оставляем А Вместе С Окутывание Сердец Хадис Говорит Пророк Когда Человек Делает Какой-то Грех Появляется Черное Пятно В сердце Человека Второй Грех Появляется Вторая Точка Черная Точка Грех За грехом Грех За грехом И Окутывается Сердце Человека Этими Черными Точками И Сердце Человека Становится Черствен И Черным И Это Сердце Потом Перестает Принимать Насихаты Аяты Аллаха Почему Аллах Когда Перечисляет Качество Верующих В Коране Он Говорит Когда Им Читают Аяты Увеличивается Их Иман А Почему Противоположные Бывают У Мунафиков Или же Людей У Которых Слабый Иман Когда Им Читают Аяты Как Будто Это Не Им Читают Нет Никакого Воздействия На Аят Это Знаете Какое Положение Опасное Братья Мои Человек Когда Ему Упоминает Хумар Им Абхаттаб Делал Хутбу В мечети Пророка И Рассказывал О людях Которые Дают Большой Махар И Он Против Этого Махара Начал Выступать И Одна Женщина Стала Сзади И Она Говорит Как Ты Можешь Запрещать Людям Это Халиф Мусульман Умар Ибн Абхаттаб Не стал Упорствовать Не стал Ее ругать И кто Такая Молчает Мы Сами Лучше Знаем Когда Ему Упомянули О словах Аллаха Этот Человек Говорит Ашився Умар Правда Говорит Эта Женщина Сказала Однажды Умар Со своими Сподвижниками Шел По Медине И Одна Старая Женщина Увидела Его И Я помню Мальчиком Ты бегал На рынке Укада Потом Ты вырос Потом Ты стал Амир Му'менином Бойся Аллаха О Амир Му'менин Говорит Эта Женщина Умар Эти Вокруг Которые У него Были Они Начали На замечание Делать Эй Амир Говорит Оставьте Ее Оставьте Ее Нет У них Нет У вас Блага Если вы Не будете Мне это Говорить Нет Во мне Блага Если Я Не буду Этому Слушаться Даже При гневе Этим Сподвижником Гнев Понимаете Что такое Гнев Это человек Когда не Контролирует Себя Даже При гневе Когда им Читали Аят Из Урана Останавливало Этот Аят Они Уже Не начали Не Увелялись Не говорили Это То То Они Все Им Прочитали Аят Они Восстанавливались Возле Этого Аята Не было У них Так Что Это Как будто Это Аят Нам Не касается Мы Там Красавчик Это Ему Касается Он Должен Этому Служиться Такого Не было Братья Они Они Первую Очередь Воплотили Аят И Потом У них Получилось Донести Аят Аллах Начиная От Португалии От Франции До Самых Побережь Индийского Океана Почему Потому Что У них Это Самих Это Было Поэтому Братья Мои Надо Над собой Постоянно Работать Вассаляму Алейкум Рахмат Аллахи Баракату Рахмат Рахмат Рахмат